К выздоровлению бойцов, считают гости Запорожского военного госпиталя, необходимо подходить комплексно. Для этого сотрудники библиотеки имени Горького в подарок военным привезли три сотни книг. Их в библиотеку специально приносили запорожцы. Кто-то одну, кто-то столько, сколько смог донести. Книги, которые мы принесли, это 300 книг. Это в основном художественная литература. Лев Толстой, Достоевский, Леся Украинка, Тарас Шевченко. Но также много и приключенческой, фантастической литературы, фантастики. Нам сказали, что уже некоторые жители города откликнулись и приносили сюда книги. Мы своим большим фондом, то есть 300 книг, это уже целая библиотечка, которая будет здесь действовать постоянно. И каждый желающий, выздоравливающий, может прийти туда, взять понравившуюся книгу и читать. Художница Ксения Доброчинская принесла в госпиталь три своих картины. На этом решила не ограничиваться. Во время праздничного концерта писала еще одну работу. Считает, арт-терапия – это то, что необходимо украинским военным. Картина будет оберегом, я так надеюсь. Хочется выразить то, что у меня есть в душе, подарить кусочек тепла, кусочек света нашим героям. О чем будете думать? Думать о их выздоровлении, конечно, чтобы они скорее поправились и вернулись домой. Зарядить пациентов госпиталя позитивом приехали и музыканты группы «Джива онлайн». Говорят, впервые выступают перед военнослужащими. Верят, музыка обладает чудотворным действием. Всегда музыка, если она не агрессивна, если она не деструктивна, душевна и теплая, она помогает вообще духовному состоянию умиротворения, спокойствия, размышления. И добрая мысль помогает исцелить и тело, и душу. Тем более, если люди были в такой ситуации сложной, когда травмы не только телесные, но и душевные, и духовные. По словам военных, подобные сюрпризы им очень приятны. Говорят, в такие моменты понимают – запорожцы всегда готовы их поддержать. Я считаю, что это нужно ребятам. Ребятам помогают отойти, хоть думают, что про них кто-то думает. Приходят волонтеры, общаются. С нашей стороны это большое уважение, что проявляют до нас, приезжают, поздравляют, какие-то концерты дают, какие-то подарки. Очень приятно, хорошо. Спасибо большое.